Всем привет! Меня зовут Катя Привин и я практикующий персональный стилист, а еще и мама трех дочек. И знаете, я не понаслышке знаю, как непросто в период беременности подобрать себе подходящую одежду. И если вы хоть раз заходили в специализированные магазины для беременных, я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. К сожалению, на эти вещи без слез смотреть нельзя, потому что одежда должна быть не только удобной, а еще и красивой и современной. И я уверена, что в этот период женщине как никогда важно поддерживать свое эмоциональное состояние, важно чувствовать себя красивой и привлекательной. И, конечно же, в этом нам помогает одежда. Поэтому, будущие мамочки, у меня для вас классная новость. У нас в Израиле появился новый бренд Мамилака, который как раз и занимается производством одежды для беременных женщин и для кормящих мам. Вы знаете, я, кстати, просмотрела их ассортимент, и некоторые модели могут подойти даже для девушек без животика. И сейчас я вас с этим ассортиментом познакомлю. Итак, лот номер один в нашей коллекции. Вот такое вот яркое платье, полностью соответствует летнему настроению. Мне нравится, что тут резинка расположена достаточно высоко, соответственно, нигде не будет передавливать животик. Глубокое достаточно дикое тело, но, тем не менее, оно не бульгарно. Соответственно, можно его носить как во время беременности и во время кормления. Дальше тут, обратите внимание, регулируются шлейки, соответственно, подойдет под любой рост. Имеются карманы, можно салфеточку, соску положить. И по бокам, чем оно меня еще привлекло, присутствует разрез. Они будут насковывать во время движений, можно будет сидеть так, как нам удобно. Пояс у нас съемный, можно его завязать как спереди, так и сзади. И подчеркнуть талию, насколько это возможно. И ткань, смотрите, просто воздушная. Поскольку платье само по себе достаточно открытое, и чтобы не обгореть на солнце, а в кондиционированном помещении нам не было холодно, я предлагаю накинуть второй слой. Это может быть льняная рубашка или тонкая хлопковая рубашка. И просто ее вот так вот в расстегнутом варианте носить. У нас плюс произойдет небольшая коррекция. Зрительно будет фигура вытягиваться. И из обуви выбрать самые минималистичные. Кеды, лоферы могут быть или даже балетки. Лучше в светлом цвете, чтобы в целом силуэт выглядел облегченным. Следующее платье у нас тоже в Денем Миде. Мне нравится, что спереди присутствует небольшая симметрия. Вообще, я люблю симметричные вещи. Они всегда очень здорово работают в комплектах. И в целом такие образы выглядят здорово. Тут вот у нас на груди, на запах, соответственно, V-образный вырез будет немножечко вытягивать силуэт. И что мне нравится еще в этом платье, что рукава, они достаточно объемные. Потому что очень часто мы, женщины, особенно в период беременности, вот эту вот зону руки стараемся как-то вот спрятать, завуалировать. И вот как раз это тот случай, тут вот именно платье таким образом скроено. Точно так же присутствуют карманы и поясом можно опять-таки подчеркнуть талию. И это платье можно смело носить как днем, например, со спортивными сандалиями. И точно так же оно легко трансформируется в вечернее за счет своего кроя и цвета. А еще оно, естественно, подойдет даже девушкам без животика. Это вот платье у нас такое красивое, из воздушной натуральной ткани в греческом стиле. Оно причем подойдет как беременным девушкам, так и нет. Благодаря тому, что тут изгиб достаточно высокий, соответственно, есть место для животика. И можно будет его носить до последних дней своей беременности. Очень красивые вот здесь такие вот плетеные ставки. Они, кстати, смогут еще сыграть роль пояса, потому что можно будет сзади немножечко подсобрать объем. Сзади, посмотрите, какая красивая у него спинка. И по бокам точно так же есть разрезы и карманы. И во время стилизации предлагаю поддержать вот это греческое настроение, просочетать его с сандалями, с тонкими перемычками, или, опять-таки, с минималистичными кедами. Ну и не секрет, что мы летнее платье переносим еще в осенний, даже зимний гардероб. Поэтому осенью его можно будет посочетать с плотными лосинами, сверху накинуть какой-то объемный кардиган крупной вязки, а из обуви как вариант ботинки в стиле Долторомат. Но для обладателей красивых стройных ножек даже во время беременности, бренд Помилака предлагает мини-платье. Вот представлено в двух моделях, оба из них из натуральных тканей, соответственно, летом не будет жарко. И эти платья, чем мне еще нравится, что их можно носить как во время беременности, и точно так же во время кормления. Потому что вот здесь вот присутствует потайная молния, соответственно, можно абсолютно спокойно кормить малыша. Так они выглядят. Ну и предлагаю их носить, опять-таки, с удобной обувью, потому что других вариантов во время беременности быть не может. Это могут быть и кеды, это могут быть сандалии спортивные, или босоножки даже на небольшой платформе. И давайте разбавим немножечко плательный гардероб. Покажу вам вот такие вот брюки. Они из двух цветов, в черном и в горчичном. Они на мягкой резинке, соответственно, не будут передавливать живот. Мне нравится, что тут ткань достаточно воздушная, струящаяся, но в то же время они слегка держат форму, соответственно, не будут показывать какие-то неровности, если имеются. Просочетать можно с блузкой. Получается, посмотрите, такой вот прям нарядный вариант. Но, естественно, можно носить и на каждый день, особенно если мы дополним этот комплект какими-то спортивными сандалями, как вариант. И эта блузка еще предназначена, опять-таки, для кормления. Посмотрите, тут такая вот потайная молния, никто даже не заподозрит. Ну, а для более смелых вариантов я бы предложила эти брюки просочетать с кроп-топом. Учитывая, что у нас очень-очень жарко, но, естественно, в качестве второго слоя накинуть пимоно или объемную белую рубашку, как вариант, застегнуть ее, соответственно, животик будет прикрыт, но в то же время это будет в меру сексуально и комфортно. Весь ассортимент бренда «Мамилака» представлен в шоу-руме в Тель-Авиве, поэтому всем желающим можно прийти и примерить. Красота в деталях. Вот так вот выглядит платье для кормления. Обратите внимание, что молнии практически не видно. Она потайная. Сейчас покажу вам, как выглядят швы. Ровные отстрочки. Край молнии полностью обработан тканью, соответственно, не будет царапать нежную кожу малыша и мамы.